Меломан и энтузиаст ранний звукозапися Юлиан Блок однажды привез в Россию фонограф Томаса Эдисона и очень хотел записать игру гениального пианиста Антона Рубинштейна, но маэстро играть для записей категорически не хотел. Если на него давили, то получали обратный эффект, потому что концерт, сыгранный как концерт, без мысли о записи, запись его не передает это воздействие, а ловит какие-то мелкие, может быть, имеющиеся у всех недочеты. Если бы знал Рубинштейн, к какой революции в музыкальной индустрии это приведет и как и звукозапись в том числе сохранит и прославит музыку Антона Григорьевича на века. Оперу «Демон» Антона Рубинштейна, самое известное его произведение, ставят в 21 веке уже как мультимедийное шоу. Считается, что во многом именно братья Рубинштейны Антон и Николай приучили массового зрителя ходить на концерты. Например, уже в 19 веке московский манеж собирал на премьере до 12 тысяч человек. Еще же нужно было приохотить публику и вообще создать такое явление, как публика, посещающая концерты классической музыки. Этого же не было. Музыкальный талант у Рубинштейнов проявился в раннем детстве. Сыновья зажиточного землевладельца и фабриканта из поселка Выхватинцы на юге Российской империи были настоящими вундеркиндами. Антона вообще сравнивали с маленьким Моцартом. Вот так, например, звучит его произведение, написанное третьим по счету. Уже в 7 лет Антон обучается у композитора Александра Вилуана и оказывается настолько одарен, что через год педагог берет его с собой в тур по Европе. Франция, Англия, Норвегия, Швеция, Германия, Австрия. Рубинштейн обласкан британской королевой Викторией, представлен ведущим европейским композитором-пианистом Фредерику Шопену и Ференсу Листу. Сам Рубинштейн, например, когда первый раз Листа услышал, он в обморок упал. Такое было воздействие, это исторический факт. И мне кажется, что в Рубинштейне что-то было такое тоже. И Лист, ни много ни мало, назвал мальчика своим преемником. Уже потом в Вене, когда Рубинштейн дает уроки фортепиано и почти нищенствует, Лист приходит ему на помощь. И вдруг в какой-то момент, когда Антон Григорьевич уже дошел до полного отчаяния, вдруг он нанес ему визит со свитой своей, так сказать, если можно так выразиться, и пришел в ужас от условий его жизни. И вот с этого момента он стал ему активно помогать. Затем пять лет в России и заново гастроли в Европе, концерты в Америке. Его, 28-летнего, весь мир признает выдающимся пианистом, а немцы называют «северным чудовищем» за мощный звук, который только способен издать рояль. Критик Владимир Стасов видел в Рубинштейне льва за его сложение, манеры и прическу. Стасов пишет, что вот раздавался из-за двери рык и льва, разминающегося своими лапами на фортепиано, что он имел такое магнетическое воздействие, играл невероятно масштабно, очень эмоционально и с колоссальной такой вот силой воздействия. Эту львиную сущность Рубинштейна заметил и художник Илья Репин, создавший по заказу мецената Павла Третьякова серию портретов маэстро, полных внутренней энергии и глубины. На льва похож. Жаль, времени у него мало, и позирует он скверно. Харизма Рубинштейна и широкий масштаб мысли вели его к большему, чем исполнительство и музыкальное творчество. Вокруг маэстро собралось множество соратников. Так зародилось русское музыкальное общество, которое благодаря поддержке великой княгини Елены Павловны стало первой организацией, созданной для развития отечественной музыки. В 1860 году при обществе открываются музыкальные классы, но Рубинштейн буквально заваливает письмами министра просвещения и княгиню Елену Павловну о том, чтобы пойти еще дальше и открыть консерваторию. Наконец, в 1862 году при покровительстве императорского дома в Санкт-Петербурге открывается музыкальное училище, которое в дальнейшем станет первым музыкальным вузом Российской империи. Его руководителем становится Антон Рубинштейн. Именно с этого учебного заведения началась история музыкального образования в России. И опробованная, и отработанная великим практиком, как композитором, так пианистом, так дирижером, и так руководителем всего этого огромного организма. И все практические идеи его были реализованы, и жизнь показала, как это работает. Первым выпускником консерватории стал ученик Рубинштейна по классу композиции Петр Чайковский, закончивший ее серебряной медалью. Именно Антон Григорьевич заставил его уйти с юридической службы и посвятить свою жизнь музыке. Но в какой-то момент Рубинштейн, его консерватория и русское музыкальное общество стали главным объектом для нападок со стороны более прогрессивной части музыкантов, во главе которых встала знаменитая «Могучая кучка» – сообщество под руководством композитора Николая Римского-Корсакова. Рубинштейна обвиняли в консерватизме и постоянных оглядках на Европу. Он просто человек был очень убежденный в том, что он делает, и что это правильно, так, как он это делает. И совершенно не мог из-за этого вот себя как-то зажать, чтобы пойти на какие-то компромиссы. После критики и нападок Рубинштейн покинул консерваторию. Потом, правда, вернулся, его уговорили. Но благодаря именно этому противостоянию между «Могучей кучкой» и русским музыкальным обществом в России появились два музыкальных направления – две классических школы – петербургская и московская. Брат Антона Рубинштейна Николай стал руководителем, основанной позднее московской консерватории. Потом аналогичные заведения появились и в других российских городах, а при них – музыкальные школы. Возникла целая система профессионального музыкального образования, одна из лучших в мире, воспитавшая многих музыкальных гениев и объединившая идеи Антона Григорьевича Рубинштейна с лучшими русскими традициями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова